Знакомство с производством предприятия, на базе которого проводится совещание – один из элементов обмена информацией между компаниями, входящими в холдинг. А кто владеет информацией, тот успешнее работает. В 2006 году, когда было принято решение о создании «Атомэнергомаша», атомная отрасль практически полностью зависела от внешних поставщиков-производителей, что существенно затрудняло выполнение программы по строительству АЭС. Сегодня в холдинг входит более 50 предприятий, обеспечивающих отрасль всем необходимым. Демонополизация положительно отразилась на стоимости основного оборудования для АЭС. В течение пяти лет цены либо остались неизменны, либо по некоторым позициям снизились на 20-30%. Сократились и сроки исполнения заказов. Кроме того, в этом году в «Атомэнергомаша» начался процесс интеграции. Одним из существенных событий стало слияние компаний АЭМ-технология и Волгодонской площадки предприятия «Атоммаш». Объединение позволит оптимизировать производственные мощности предприятий с небольшой корректировкой планов развития. «Мы завершаем ту программу модернизации мощностей в Петрозаводске, которая у нас была и которую мы реализовываем. Но мы приостановили реализацию второго этапа по строительству реакторного цеха, потому что в данной ситуации бессмысленно создавать дублирующие мощности. Они достаточны и в Волгодонске для производства того объема оборудования, которое требуется отрасль». Процесс интеграции затрагивает не только производство, но и другие сферы деятельности предприятий «Атомэнергомаша». Спустя полгода после старта программы уже можно говорить о первых результатах. «Удалось добиться поддержки руководителей, на местах, когда есть желание не только увидеть успех собственного предприятия, но и поучаствовать в успехе дивизиона. Я считаю, что за такой короткий срок, полгода, этот эффект очень хороший». Объединение усилий должно помочь «Атомэнергомашу» решить поставленные задачи на ближайшее будущее, а это не только обеспечить атомную отрасль, но и завоевать лидирующие позиции на рынках тепловой энергетики и газонефтехимии.